Добрый день! И это передача «Готовим вкусно», где мы узнаем очень интересные рецепты. И сегодня у нас в гостях Ольга и ее дочь Наталья. Всем привет! Ольга Шерстянникова, владелец группы компаний «ТКД», «Кустук», «Традиции» и «Лего Кидз». На сегодня компании торгово-кофейного дома исполнилось целых 8 лет. И открыто уже 13 филиалов в городе Якутске и в поселке Нижний Бестях. Дочь Наталья Стерлягова помогает маме с бизнесом и является генеральным директором нескольких компаний. Они гордятся своей крепкой и дружной семьей, обожают все вместе путешествовать. А также любят собираться за большим столом, чтобы попить вкусного чая и поесть фирменный плов, приготовленный по традиционному рецепту. Расскажите, как же у вас появилась идея создания бизнеса? Ну, создание бизнеса – это вообще, наверное, это что-то такое в крови, да? А семья у нас сама с Азии, то есть у нас такие крови, да? У нас крови узбекские, кубанские казаки. Вот, и я все детство видела, как надо заваривать чай, как его надо пить, да? Но в наше время пришел пакетированный чай. И я хочу сказать, что нужно кайфовать и пить листовой чай. Вот, и мне захотелось, то есть это было вообще очень давно, хотелось вот именно в Якутию, так как все-таки Якутия тоже такой регион, который потребляет чая очень много, да, показать вот это, ну, домашнее. Когда мы пьем чай, мы же дома, с семьей, пироги готовим. И то есть вот это вот теплое. И сохранить семейный очаг, да. Потому что сейчас такое время, что мы работаем, работаем, и нам нет времени, например, уделить внимание взрослым, да. Но есть один такой день, выходной, когда мы собираемся, пироги готовим и обязательно пьем чай. Наталья, а когда вы присоединились к бизнесу? Сколько? Семь лет назад, получается, при открытии? Ну, уже восемь лет, да, восемь. Просто Наташа у нас была как в декретном, она помогала, да, бухгалтерии помогала, а потом уже в шик влилась. Одной ногой качаешь, ребенка в коляске, другой занимаешься бухгалтерией ночью делать. Ребенку первому еще месяца не было, мы уже приезжали в бухгалтерию работать, если не дома. Ну, а как, даже дети уже работают ребенку семь лет старшему, все уже, все в работе. Я вижу на столе так много ингредиентов, расскажите нам, что же будем сегодня готовить? Ну, мы приготовим плов, это пища богов, потому что еще с Азии. Мы приготовим шакарок, это салат, который к плову идет, и дочь. Венское печенье домашнее. У нас уже духовочка разогретая, так что давайте приступать. Я знаю, что вы плов уже начали немножечко готовить. Так, расскажите. Вот этому казану 33 года, вот его привезли с Узбекистана, когда мне было 8 лет. Что я делаю? Масло налила, то есть уже в такой кипящее, чтобы было. Мы ложим лук и ложим морковь. Чтобы плов был золотистый. Да, никакие не добавляем ингредиенты, чтобы плов был вот прям все. И накрываем вот такой. Он несет очень много, да, всего. Я думаю, если он от мамы мне достался, от меня к дочери, еще к внучке. Вот, пусть пока готовится. А почему лук именно так режется, а не мелко-мелко-мелко? Вообще цветность. Если готовить на костре, то лук просто моют, даже не срезают, целиком ложат. Но это когда большой казан такой. Вот у дочери муж, Сергей, да, мой зять, он у него большой казан. И летом он готовит прям на костре. То есть это. Потому что плов, конечно, должны готовить мужчины. Ну, в Узбекистане это так. Все, вот смотрите, мы заложили. В плов мы добавим нут и изюм. Кто говорит, это праздничный, кто говорит, это ферганский. Но, ну, давайте он праздничный. Он вкусный, сытный будет. Ну, и такая нотка будет. Для мяса изюм удастся очень вкусный. Это, то есть, такой рецепт настоящего узбекского плова. Как вот он должен готовиться изначально. Еще барбарей смогут добавить. То есть здесь уже кто что придумывает. Ну, это с Узбекистана, да, будем говорить такое. Ну, вот я нут и изюм положу. Просто хочу, чтобы вы увидели, что это такое, что не только рис есть. Хорошо. Так, давайте мы приступим, наверное, к печенюшкам. Сначала морковку порежу. Да, правильно. Давайте так все себе ложу. Я, наверное, начну масло. За это время, ну, бабушка вот научила меня в детстве, да, делать, чтобы, ну, просто не сидеть. За это время, пока мясо готовится, я приготовлю шакарот. Миску сейчас я возьму. А это все прям масло нужно добавить? Да, обязательно. Так, ух ты. 250 грамм должно быть. 250 грамм. А вот печенья, они вообще вот прям, мы раскатывать их ничего не будем, да? Нет, это песочное печенье будет, поэтому как бы мы раскатывать не будем, мы просто пальчиками его разомнем по листу. И все. А вот расскажите, как вам вообще сотрудничать вместе, каково это, вот мама и дочь, вы ведете бизнес, как это? Ну, смотрите, мы обучаемся специальной технологии, очень много учимся, не только мы, но и сотрудники учатся. У нас все расписано, потому что, сами понимаете, все равно семье очень тяжело, да, чтобы, ну, ссор не было, конечно же. Я смотрю, вы так крупно прям режете. Надо крупно резать. То есть мелко не надо? Нет, если на костре еще крупнее, то есть, ну, как бы здесь все. Вообще все должно быть крупно. У меня бабушка еще шеф-повар, помимо того, что у нее корейские крови, да? Когда мы к ней в Краснодар приезжаем, она постоянно обучает нас. Да, да, да. Это так надо, это не так надо, всегда как бы. Еще какая, почему традиция? Вот мы приезжаем к бабушке в Краснодар, да? Вот если она кушает в это время, мы должны в это время быть, да? Да, если мы не можем с города приехать, мы ей звоним, потому что она свое время, то есть у нее нету такого, что форс-мажор. Если она кушает там 12 часов, она кушает 12 часов. Все по расписанию. У вас прям такая ценность семьи, что семья должна быть вместе, она должна быть сплочена. Откуда это? Как вы думаете, вот то, что у вас прям семейный бизнес целый? Ну, это же все с корней идет. То есть у нас семья хоть и приезжая, она большая была. И на день рождения бабушки все собирались на дачи, то есть очень большой, все думали сначала, что это свадьба у нас. Вот, и на выходные обязательно мы были, да, сейчас вот моей бабушке 80 лет будет, на Новый год обязательно. То есть, ну, понимаете, чтобы не потерять все-таки вот это тепло, друг другу доверять обязательно, да, ему нужно. Ну, как бы ценность эту нельзя терять ни в коем случае. А как вот держать в балансе семейные отношения и рабочие отношения? Вот надо все распределить, потому что может быть дисбаланс, то есть надо разговаривать, договариваться сразу. У нас вот прописана, да, организующая схема, мы по технологии все делаем. Каждый стоит на своем посту, никто никуда не лезет. Если что-то нужно добавить, то мы собираемся собранием. Кругу? Круглый стол? Круглый стол, да, и разговариваем обязательно об этом. А вот, Наталья, каково работать с мамой вместе? Ну, честно, поначалу было тяжело, потому что все равно как бы ты пытаешься... Я вообще приучена так с детства, что мама с папой всегда давали волю, то есть давали сделать шаг вперед. Но бизнес это дело такое, да, что как бы мама ведет этот бизнес, и через нее, во-первых, не приступишь, и вообще как бы без ее спроса там ничего нельзя. Да, поначалу, конечно, мы спорили. Споры были, конкретные споры были. Но потом как бы мы договорились, и как бы и мама где-то дает тоже так же в бизнесе, да, шаг вперед сделать, чтобы я училась, если есть какие-то ошибки, ошибки всегда есть все равно, да, чтобы я училась на этих ошибках. Если нужен ее совет, то я иду к ней, она там, допустим, спрашиваю ее, она мне уже советует. Как быть там, если я в каких-то рабочих моментах не понимаю чего-то. Смотрите, вот, а так нормально. Масло, мне кажется, уже готово. Все, я его выключаю тогда. Так, мы растопили масло, посмотрите, вот у нас что получилось. И что мы делаем дальше? Оно пока остывает. Так, ставьте его на какую-нибудь конфорку. А мы добавляем 500 грамм муки, просеянной уже. Просеивается для того, чтобы оно такое тесто мягенькое было, да? Ну, естественно, чтобы мусора всякого не было, потому что в муку уже попадает всякая гадость. Некоторые не просеивают, но не делайте так, надо просеивать муку. Обязательно просеивайте. Так, а то потом, не дай бог, что-нибудь попадется. Просеиваем. И добавляем, а, еще, да, еще, все, 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 все. Сюда мы добавляем соль. А где вы нашли такой рецепт? Вообще, если честно, я, когда мы с мужем начинали жить, мы жили у его сестры некоторое время. Я у нее попробовала это печенье. Мне очень понравилось. Теперь вот постоянно мы его готовим. То есть дети у меня его вообще обожают. Для них это вообще. Я смотрю, Ольга уже сделала салат, пока вот тут разговариваю, мама. А это вот закуска, она специальная к плову, я знаю, да? Да, значит, здесь вообще, конечно, в Узбекистане другие помидоры, вот как с детства, да? Берете помидор, почистили, вырезали и тоненько колечками режете, 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 укладываете. Лук, обязательно соль, перчик маслом. И его надо заранее делать, чтобы помидоры вообще дали сок. Потом, знаете, лепешку мочишь, вкусно вот в этот вот сок. Ну, пусть пока стоит, все уже приготовлено. Яйца домашние. Кушать надо только домашние. Ну, не у всех есть такая возможность, но здорово, когда есть такая, конечно, возможность. Домашние яйца, что может быть лучше? Откуда вы черпаете энергию? Я черпаю от детей, от внуков, от своих собак, вообще от общества, от общения с людьми. То есть, ну, как бы, как-то нету такого, что устал. Ну, нету, если ты устал, ты можешь поехать в лес. Ну, я питаюсь внуками, я всем так рассказываю. Вот у вас 16 магазинов, как вы их умудрились открыть и все это контролируете? Ну, вообще, сильная команда, то есть, основа же по технологии, сильная команда, да, как бы выросла. Но мы еще смотрим, например, на районы, где люди, как вот, то есть, нужно ли этот магазин в этом районе вообще ставить. То есть, смотрим, поставить как. Ну, сейчас, если мы раньше, как-то, знаете, было такое на количество магазинов, сейчас на услугу. То есть, у нас продавцы обучены, и они знают, как рассказывать людям и объяснять. Знаете, я хочу сказать, когда мне говорят, как ты вообще, когда они заходят, кто-то знакомый в магазин, как ты вообще разбираешься? Я говорю, в каком смысле как? Ну, 3000 наименований у нас, чай, кофе, да? Я такая, ну, как, так и разбираемся. И девочки предлагают что-то новое. Что-то новое, потому что, вы знаете, каждый чай, он же идет по настроению. Вот это, например, утром попить там, что-то вечером, что-то после бани, что-то в кругу под рук попить, да, как бы чай. То есть, здесь каждый раз какое-то свое такое, знаете, по настроению. И, ну, вот этот аромат, вот это все, я говорю, когда еще после бани ты приходишь, в кресло-качалку садишься, чаек. Ну, такое, как бы, раньше, конечно, у нас бабушка печка, мы, ну, бабушка топила печку, вот это все, как бы, тоже чай пьешь с ней, болтаешь. Еще сухарики с изюмом в советское время такие были вкусные, вот эти вот. То есть, ну, вот. А какие три чая вот прям нужно попробовать обязательно? Вы знаете, здесь нету такого. Вот, например, есть черный, есть зеленый, и есть с добавками, ну, с добавками, да. Вот, например, каркаде, он, наверное, заменяет морс, но я его не часто пью. Ребятишкам, ребятишки пьют у нас каркаде. То есть, он очень много витаминов дает. То есть, здесь такого нету, знаете, каких-то чая. Тут говорится о том, что просто вы по настроению... Вы вообще можете заварить имбирь, лайм или лимон, туда положить апельсин, шиповник, вот это заварить, постояло и попить. Еще ложечку меда. И сегодня вы как раз покажете рецепт чая, как его можно сделать. Что же будет на этот раз в рубрике «Продуктовая корзина» узнаем через несколько секунд. Всем привет! Меня зовут Инна, я молодая активная мама. И я стараюсь сочетать не только заботу о сыне, а также работу и занятия спортом. И сегодня я хочу с вами поделиться своими быстрыми рецептами, лайфхаками и списком любимых продуктов, которые частенько меня выручают. Первым делом мы идем к рукам. Что у меня всегда есть на кухне, так это гречка. Она готовится очень быстро. Я стараюсь вечером готовить на гарнир побольше, чтобы осталось на завтрак. Получается, утром можно залить молоком, добавить сахара. И это отличная альтернатива готовым завтракам, которые я стараюсь не покупать. Также я очень люблю овсяные хлопья, но не все дети любят кашу из геркулеса. Поэтому я готовлю овсяные блины. У меня есть отличный рецепт, который готовится прямо буквально за 5 минут. То есть берем 2-3 ложки геркулеса, 2 яйца примерно, добавляем немного воды, соли. Жарим, можно без масла, на антипригарной сковороде. И получается очень вкусно все на блин. И на металл для разнообразия я покупаю себе такие готовые обеды, которые готовятся в течение 20 минут. Например, это паста с белыми грибами по-итальянски. То есть мы берем эту смесь, добавляем в кипящую подсоленную воду, готовим на слабом огне 20 минут. Обычно я в конце добавляю сливки и тертый сыр. Получается практически 4 порции. Это очень вкусно. Мой ребенок очень любит готовить. И иногда он меня балует такими очень вкусными десертами. У нас, например, всегда есть творог в холодильнике. Разнообразные ягоды, такие красивые, вкусные. Он берет творог, ягодки, немного йогурта. Все это в миксер и получается очень вкусный десерт. А вот и моя любимая полка. Вижу желтый ценник. Здесь фундук с медом и кунжутом. Как и все родители, я стараюсь ограничивать сладкое. Поэтому время от времени я беру такие смеси из орешков, цуката и сушеных фруктов. Ух ты, здесь я вижу новинки. Шоколадный сироп. Я придумаю, куда его добавить. Также обожаю арахисовую пасту с хлебцами. Это обязательно беру. Вижу кокосовую пасту. Ее можно добавить в утренний кофе, кашу или смузи. Будем пробовать. Также моя особая страсть – это морепродукты. Я обожаю готовить на ужинке филе тилапии. Это звучит, конечно, страшающе, но готовится она очень быстро. Такие вот готовые филе. Их можно запанировать в муке и обжарить на сковороде 3-4 минуты буквально. Для особых случаев я беру палтус. Он готовится очень быстро и просто. Готовим соус из молока и яиц. Взбиваем. Обваливаем рыбу в этой смеси. Готовим либо в духовке, либо на сковороде обжариваем. Я обычно обжариваю на сковороде и подаю на листьях зеленого салата. Получается очень вкусно и изысканно. И так как мой сын ходит на тренировки, я стараюсь в рюкзачок ему положить обязательно бананы, чистую водичку и печенюшки. И душа моя спокойна, зная, что он всегда будет сытый. Все, моя продуктовая корзина готова. Надеюсь, вам было интересно. Желаю всем удачных покупок. Так, Наталья, расскажите, что вы сейчас делаете. Я разбила два домашних яичка. Туда добавила 200 грамм сахара, чтобы было послаще. Пока вы мешаете масло. Да, я вот специально мешаю, чтобы тут не было таких вот как сгустков. Да, чтобы масло не оседало и не сворачивалось. Сейчас мы яичко и сахар добавим в масло. Я пока перемешиваю, вы в это время добавляйте. Все. Прям обильно мешайте. Все хорошо, мешай, мешай, мешай. Чтобы сахар растворился. Так. Нужно подождать, чтобы масло остыло немножко, потому что иначе яичко сварится в этом масле. Поэтому 5 минут нам достаточно было. Прямо вот так вот. Прямо вот так. Ой, давайте вы покажете, как это нужно делать. Давайте, не горячее? Не горячее. Ставим. Так. Желательно делать это все вилочкой. А, ну вот. Не ложечкой. Вот так вот поехали. И по часовой стрелке обязательно. И как вот мы поймем, что уже готово? Ну, мы увидим. Сахар растворится полностью. Сахар растворится. Вот такие. И мы это добавим в муку. Такие быстрые, получается, рецепты, да, очень. Уже почти что все готово. Ну, чтобы... Это, знаете, такое, ну, когда мы на Новый год еще готовимся, понимая, там, мы что-то такое делаем, да. А, ну, плов и... Вот это все как раз семьей собрались, ребятишки приехали. Мы пока готовили, мужчины пока там во дворе или что-то дома. Мы с дочерью там что-то делаем, как бы, ну, очень все быстро. Потому что вот это вот, знаете, приготовление, потом измучиваешься, садишься за стол. Вспомните, как на Новый год, да, ты его режешь, что-то делаешь. А сейчас на Новый год стараюсь такое совсем сверхъестественное не делать. Если утку запекаем или курицу, за сутки до этого мы там маринуем ее там в апельсинах, потом во всем, и все, потом в духовочку, и все готово. Поехали к добавлению в муку. Также по часовой стрелке желательно это делать, все дело. Говорят, если по часовой стрелке, тогда все обязательно получится. Почему-то вот многие хозяйки так говорят. Самое главное с любовью. Самое главное с любовью. Человеческий организм, он тоже живет по часовой стрелке. То есть как часы. Получается, что пища, по пищеварению тоже так должно. Еще комочков не будет, если по часовой стрелке это делать. О, что ли? Вот такие вот у нас лайфхаки. Я знаю, что вы постоянно обучаетесь, постоянно развиваетесь. Вы это делаете вдвоем, да? Ну, да, конечно. Ну, и причем мы не только вдвоем это делаем, мы еще сотрудников с собой ведем тоже. Обязательно. Здесь как бы... Нужно, чтобы все обучали. Время не стоит на месте. То есть если мы развились, то не говорится, что кто-то придет умнее, моложе, сильнее. И из-за этого, как бы, когда ты хочешь, чтобы твой бизнес развивался, ты не должен стоять на месте. А в чем секрет отношений между родными в бизнесе, как вы думаете? Детей своих надо очень любить. И очень много слышу такое. Я люблю детей одинаково. Неправда. Детей одинаково любить не будешь. Даже если их 5 и 10, ты всех любишь по-разному, но ты любишь. То есть это материнский инстинкт. Если Наталья Владимировна, она у нас первенец, мы молодая семья были с мужем, да. И тогда УЗИ, как бы, сильно в 92-м году не развито было, да. И нас спрашивали, ну, наверное, пацана. Я говорю, нет, мы девочку хотим. И хотим, чтобы вызвали Наташу. А сына уже мы знали, что тоже будет сын. То есть каждый ребенок нам добавляет что-то в нашей жизни, в отношениях, в работе. Они все добавляют. Кирилл с Наташей. Ну, Сергей тоже наш сын. Когда пришел к нам Сергей, мы тоже... То есть сразу приняли, это сын. Другого не дано. Уже практически тесто у нас готово. Да. Ну, вот мне нравится такой рецепт, когда вот не надо стул марать, там что-то раскладывать, вот это все делать. Быстро, комфортно. Так. Да, дети любят очень это печенье мои, поэтому как бы я вот стараюсь постоянно его делать. Они у нас вообще любят участвовать на кухне. Ой, дочка вообще прямо бывает, что по воскресеньям, когда, допустим, с ней делаем что-то, ну, или она заболела в школу и не пошла, допустим, те же блинчики, вот она их очень обожает, тоже мы делаем. Заказ, она говорит. Телефон ставь, она говорит, бабе будем снимать. То есть вы часто готовите в семье? Да, и еще у нас есть, мы обязательно, если мы не увидимся в течение дня, мы обязательно созваниваемся и видеосвязь тоже обязательно. То есть я детей приучила с детства рассказывать, как прошел день. А это меня приучила бабушка. Бабушка у нас же такая железная леди, всегда работала. Как бы она не устала, кино в какое ходила, расскажи, там рассказываешь, там Брус Лили, там Джеки Чан, она и не знает, но она слушает. Вот, и так же с детьми. Сейчас так же малышня, ну, Наташа, например, рассказывает. То есть такой вот маленький секрет получается, да? Да, чуть меньше половинки мы берем тесто, ну, у нас жирненькое такое. Чуть меньше половинки, это для того, чтобы натереть его потом, мы его должны чуть-чуть подморозить. Ага, сейчас управляем тогда в морозилку. На сколько примерно? Минут на 10. Минут на 10. Хватит заморозиться. Хорошо. А вот эту часть мы будем ложить на лист. Так, и какой формы должны у нас быть печенья? Ну, желательно сделать прямоугольное или квадратное, чтобы его потом на квадратики разрезать. То есть на весь лист? Понятно, да. Так, я вам уступлю эту часть кухни, чтобы было удобней. Так, мы потом добавляем туда варенье, ягодки, да, еще? Да, обязательно варенье будет еще. Это вот на весь лист, мы на весь лист разложим. Ага. Сейчас вот его только нужно помять будет. Печенье песочное, поэтому, естественно, что мы его не раскатываем. Ну да. Оно не раскатается просто. И сразу. А потом порежем на кусочки, на квадратные. Ну, удобно. Очень удобно. Детям, чтобы ребятишки сами делали. А вот есть у вас какие-то законы, допустим, в семье? Например, в воскресенье, выходной, я выключаю телефон, и все, меня нет. Или вот как вот в работе держаться? Нет, здесь не получится, потому что все-таки у нас магазины работают по воскресеньям. Бывают моменты, что девочкам что-то нужно. Например, там Наташа не звонит. Ну, у нас заведующий, конечно, есть. Но как-то нету такого, чтобы мы отключали телефон. Вы знаете, я прочитала одну вещь. Закон во Франции. Работодатель после рабочего дня, например, после 18.00, не имеет права писать и звонить сотрудникам. И мы немножко ввели такую вот. То есть после 6 часов я никому не пишу, не звоню. Ну, как бы это бывает очень крайне редко, потому что дома я тоже работаю, сижу за компьютером. Но я ввела такую политику. Бывает, что сотрудники, кто-то руководители мне пишут там что-то. Я пишу, сколько времени? И закон. То есть ты это себе запиши и завтра обсудим. То есть мы у нас ежедневники, мы записываем. Я и дочь, например, мы научены. Мы с утра записываем. То есть вечером мы запланировали. С утра мы раскидали пока все время, потому что встаем очень рано. И по вот этому, то, что мы раскидали, мы начинаем работать и жить. То есть здесь получается, что ты не забываешь что-то, да, какие-то такие моменты, где нужно с кем-то встретиться, что-то сделать. То есть вот этот закон, потом, ну, нельзя, чтобы сотрудник в нерабочее время что-то как бы, да, ему тоже нужно отдыхать. То есть вот этот вот закон про Франции, вот я его в Инстаграме нашла, и постоянно теперь скидываю. То есть такой вот маленький лайфхак. А вот, Наталья, в какой момент вы присоединились к бизнесу? Вот когда вы поняли, что да, это мое, да, я вот все-таки буду. Вот вообще конкретно, да, вот, ну, так как мы сейчас живем в Бестяхе, в Нижнем, да, как бы, что конкретно, это уже было вот в Нижнем Бестяхе три года назад. Мы три года назад приехали туда. Как было? Только у мамы пошли разговоры о том, что мы переезжаем в Бестях. Я плакала, честно, я плакала. Я не хотела уезжать с города. Муж сел и сказал, если мама сказала, значит, надо. Ну, все, тут уже не попрешь против двоих. Ну, и все, мы переехали и начали там конкретно работать. Сначала, конечно, было тяжело, потому что, как бы, через реку, да, при всем при этом переправа закрывается, без мамы тяжко, что, как бы, ты уже привыкаешь каждую неделю ездить все равно, да, к маме, как бы, по воскресеньям. А тут, когда переправа закрыта, тяжело. Вот, но потом, как бы, с работой тоже, да, что я же одна уже конкретно, то есть я без мамы, да, там, тяжело было. А потом, когда уже обучаться начали, стало очень легко. Уже все понимаешь, уже знаешь, как работать правильно. Спокойно стало. И сейчас уже, как наученный человек, уже все. Мама тоже сбегала к ним, потому что, как не видеть внука, потому что говорил папа, куда ты ребятишек отправляешь? Ну, там база, как бы, мы понимаем, что вот для предпринимателей нас, то привозят продукт, да, на переправу очень тяжело. Эта закладка очень большая денег, и еще и очень много нужно помещения. Вот этот нижний бестях, это спасительный круг был, потому что грузовики большие не пропускают, маленькие пропускают. Ну, ребят, выгружаемся, мы построили там скотское помещение хорошее. И вот, то есть мы сэкономили денег, сэкономили времени. То есть не нужно, ну, как бы, деньги замораживать очень большие. Но срок годности, даже вот если у чая есть 2,4 года, ну, я считаю, что на складе не должен чай даже год стоять. То есть все должно быть товарооборачиваемое быстро. И, конечно, когда дети уехали, внуков не вижу, они маленькие. Я убегала к ним, когда вот по льдинам вот эта вот лодка несется. Подушка. Это так, да, подушка это ладно, вот эта скорлупа, знаете, как это было страшно. Страйфул. Да, папа садил меня туда, я такая, я так боюсь. Но у меня выхода не... Я хотела очень видеть детей и внуков. Ну, и при этом я здесь ребят научила работать, то есть без меня. И как бы мы все научились в этот момент, когда открылся Бестях, мы все научились, и семья, и все мои сотрудники, как работать правильно. Предлагаю немножечко прерваться и вернуться сразу после рекламы. Не переключайтесь. А вот бывают такие кризисные моменты, когда вот все прям из рук валится? Что вы делаете в этом? Как вот вы себя поддерживаете, друг друга, может, как-то поддерживаете? Будем говорить, все равно у каждого человека это есть. Все равно какие-то моменты есть, что нету такого, не хочу приходить на работу, потому что у нас есть ответственность за людей, да. Ну, бывают какие-то такие моменты, вот я училась, полтора года ездила. То есть каждый месяц летаешь в Москву, прилетаешь на работу. Я не могла ощутить, как это сделать, что. Ну, то есть потеря какая-то была. И как-то муж меня встретил, мы едем, говорю, в лес давай заедем. Мы заезжаем в лес, это было 1 сентября, 18-й год. Я захожу и дождик моросит. И смотрю маслята, прям вот на глазах, да. И как-то вот я как отдохнула. Я вот поняла, что просто нет кризиса, всегда есть выход. И нужно его найти. Просто нужно немножко подумать, а не сходить с ума, да. Ну и все, как бы, таких моментов нет. То есть вы отпускаете эту ситуацию и продолжаете делать то, на что вы нацелены изначально. А вот как у нас там плов пожевает? Мясо наше готовится. А сколько времени для него надо? Ну, вообще, надо, чтобы выварилась вот эта вот как бы жидкость, да. Все-таки, ну, понимаем, да, когда в Узбекистане готовится, там готовится баранина. Ну и как-то, конечно, немножко по-другому. Здесь я взяла свинину. Дома мы, конечно, готовим говядину, да. Говядина сейчас тоже как свинина, жирноватая. Мы покупаем деревенскую. Ну, думаю, уже чуть-чуть осталось. И мы будем, что мы потом будем делать? Обжаривать лук, морковку, положим нут, изюм. И уже под конец мы положим рис. И одну такую хитрость покажу. Ой, да вы что? И там быстрее тогда это все готовится? Да, да, рис уже недолго будет. Я поняла, шестерка – это самая же большая у нас, да? Нет, самая большая. Давайте еще немножко. Давай, речь, потому что... То есть мы должны поставить на самую максимальную. Вот на девяточку поставим. Да, 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 вышло все. Вот, а казан, когда мама привезла, правда, здесь крышка была другая, но потом муж придумал, ну, уже все, крышка уже все, столько лет, да, и вот ручку придумал такую красивую сальвом. Теперь это вообще как герб у нас. Здорово так, Наталья, рассказывайте, что у вас здесь? В общем, тесто мы разложили по всему листу, распределили равномерно. Теперь мы выкладываем джем. Это как пирог даже в какой-то стиле? Да, как джем, так и варенье выкладывать на любой вкус, как говорится. Ну, то есть на усмотрение, вот что... Да, да, как хотите. Ну, я очень люблю ассорти ягод, поэтому как бы я все время покупаю лесные ягоды, джем, и выкладываю. Самое главное, его по краям не выкладывать джем, потому что он растекается, ну, так же, как и варенье. Поэтому начинает подгорать. Ух ты, вы уже добавили половину ингредиентов? Да, 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 мы добавила. Сейчас будет вкусно-вкусно прям пахнуть. Будем сегодня вкусненькие такие с вами. У нас уже операторы стоят, снимают. Мы будем делать все попробовать, скорее всего. А я вот вижу тут чили. Чили, да. Ну, чили это, знаете, просто то, что, видимо, бабушка кореянка, да, и мы остро с детства кушаем. Корейский салат картофельный с картошкой хея, морковной мы тоже готовим. Просто это для украшения, ну и для перчинки. Ну, как бы так. У нас мужчины очень любят острое. Мы тоже очень острое любим. Но сейчас стараюсь так контролировать, потому что все-таки острое. Потом много что-то дает нехорошего. Так, тут уже практически все. Я тогда вытаскиваю уже то, что мы заморозили тесто. Тесто, так. Самое главное тоже равномерно все распределить джем. Чтобы не было такого, чтобы где-то больше, где-то меньше. Вообще, вы слайки, вы знаете, такие варенье, мед. У меня холодильник, там столько варенья обязательно. Кстати, если нет в холодильнике варенья, сын у меня постоянно. Сладенького нету. Сладенького нету. Вот он варенье и конфеты для него, это самое главное. А почему, кстати, вы назвали торгово-кофейный дом свой бизнес? Ну, кратко, так и дэ, да? Так и дэ, да. Ну, просто мы очень долго думали, как это сделать, чайно-кофейно. Потому что мы же кофеем тоже торгуем, да? И кофеем торгуем хорошо. У нас очень хорошие тоже продажи зернового. Ну, как-то вот, не знаю, быстро. Надо было, кажется, очень быстро назвать. Очень быстро надо было. Наверное, из-за этого. А сейчас уже, конечно, ты любишь эти буквы ТКД. А тогда, наверное, просто надо было сделать быстро. Идея была, идея, идея была. И тогда не было еще обучения, да? И мы не знали, как вообще логотипы делаются, да? Ну, как-то вот, то есть ли традиция мы назвали, мы знали традиции. Это уже как раз чай, кофе, да? А ТКД просто надо было очень быстро в тот момент это сделать, 8 лет назад. Ну, значит, такое узнаваемое сейчас название, я думаю. Чашечка. И когда говорят, а где ваши магазины, просто логотип показываешь. А, точно. Так, мы натираем тесто подмороженное. Правда, ему еще это надо было подморозиться. Ну, ладно. Хорошенечко надо подморозить. Сложновато, да, еще? Ну, это заранее, если так, в домашних условиях, да, можно подморозить. Ну, в принципе, я думаю, что оно так для красоты, наверное, для удобства, да, больше делается. Верхушка-то? Да. Ну, да, есть такое. Можно еще сделать так, это же песочное. Можно покрошить. Да, его просто так. А давайте мы сюда поставим, прям все втроем покрошим. Давайте, давайте. Так будет очень здорово, быстро. Так. Самое главное, у нас есть ингредиент секретный. Это хорошее настроение. Да, самое главное, готовить все с любовью. Потому что без любви, без частички души. Да, вот если посмотреть, да, вот когда готовишь на автомате, не так вкусно. Знаешь, доченька, знаешь, да, я... Как червячков можно. Вот там что-то происходит, и его надо всегда помешивать, да? Ну, нет, вообще, как бы, можно вообще не мешать, если честно. А, просто оставить. Да. Да, можно вообще не мешать. Потому что казан, он, у него свойства такие, да, готовки. То есть, он сам там... Ой, какие ароматы здесь вообще. Очень жаль, что, конечно, вы этого не чувствуете. Немножко вот изюма. Очень вкусно здесь пахнет. Не надо переборщить, надо немножко, потому что только нотка, нотка, все. Вот, сейчас, пусть пока... Сейчас это все впитается в мясо. Вот, очень вкусно. А самые вот распространенные вопросы, которые вам чаще всего задают, как матери и дочери, которые ведут бизнес вместе. Какие они? Что вас чаще всего, Наталья, спрашивает? Не ругаетесь? Да, это... Как так? Тяжело работать с родственниками. Ну, раньше, когда изначально вообще, да, ТКД, мы открывали продуктовый магазин. Было очень тяжело. Как бы, в плане того, что были споры, разногласия такие конкретные. А когда уже ТКД открыли, уже, ну, как бы, вот, во-первых, сотрудников же было мало, да? То есть, мы, как бы, сами... Семь человек у нас было тогда, всего лишь. И там надо было больше помогать было друг другу. То есть, некогда было спорить, некогда было ругаться, там, еще что-то. Нужно было помогать. Ну, честно, как бы, да, мама, она для меня огромный пример. Пример в том плане, что нужно развиваться, конкретно развиваться. И когда происходят такие моменты, что становится, там, в виде это тяжело, там, душевно или еще что-то, уже маме звонишь и просто говоришь, волшебного пенделя дай. И просто по-другому уже не получается. То есть, мама для вас стала таким примером, ну, вот, поведения в жизни, да, скорее всего? Мама всегда была для меня примером, мама вообще всегда была со мной рядом, как бы, да, уделяла мне достаточно много внимания, даже если на работе уставала. А когда уже, ну, начинаешь смотреть на жизнь по-другому, ну, то есть, у тебя уже другие, как, взгляды, да, будем так говорить, что ты уже выросла, и тебе уже нужно не где-то там погулять во дворе, как раньше, да, там, детственно это делали, а что нужно уже работать, чтобы, там, содержать свою семью, да, чтобы покупать детям элементарно какие-то сладости, игрушки и так далее. Тут уже понимаешь, что нужно учиться чему-то новому, вот. Ну, свой бизнес, наверное, предусматривает то, что вы 24 на 7 просто вот из-за него болеете, переживаете, что там, как вам, как вот отключаться от этого? Да. И абстрагироваться все-таки, вот, чтобы не нервничать. Мы рисуем. Да вы что? Мы рисуем, то есть, там, играем в игры, у нас семейные игры есть. Потом мы с семьей в баню ходим, мы банщики, у нас баня дома, как бы. Сауна, бассейн. Да, мы ходим в баню, там, играем, ну, как бы, нам вообще весело, честно говорю, у нас скучина не бывает, я всегда говорю, шумная итальянская семья. Вообще мы не умеем сидеть на попе. Да, 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 это не для нас. Конечно, у мамы больше энергии. Да. У меня ее пока нету, я уже, иногда я бегу, бегу, даже вот у нас тоже есть сауна дома, я прячусь, и дети все равно меня находят. Очень активная малышня, ты очень активная малышня, а еще они начинают, когда ты нервничаешь, начинают хохотать. Домой вечером приходишь, вот так вот с магазина заходишь, и сын еще, а я хочу прыгать, а я хочу прыгать. Сын, а не прыгай, я хочу прыгать. Да, и был момент, Наташа мне звонит на разгаре, на заднем фоне малышня над ней хохочет, ну, то есть они хохочут не над ней, но это же за спиной, а Наташа кушать готовит. Наташа, я понимаю, что Наташа сейчас, я говорю, самые счастливые, знаешь, кто на белом свете вообще? Наши дети, посмотри, они смеются всегда. Надо просто окунуться в это и посмотреть, и Наташа как-то даже тоже засмеялась, а так это, да, мама. То есть как бы быстро выходить из-за вот этого неравновесия, с него нужно срочно выходить, потому что, ну, вообще, я говорю, в наше время нельзя, ну, нельзя вообще стоять на месте никак. Ну, то есть у вас получается так, что искусством отдыхать вы овладели, то есть вы можете так абстрагироваться легко, отдыхать и, ну, вот у меня тоже бывает, допустим, сидишь, вот что-то одно делаешь дома и думаешь, как-то вот даже как будто сильнее устаешь от этого. Ну, да, 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 конечно, в движении, все время в движении книги читаешь, я пыталась аудиокниги слушать, ну, честно говорю, ощущение все-таки хочется в руках бумаги, это, наверное, вот это советское, да, школьное время. Так, мы отправляем наш пирог. 180 градусов должно быть. Так, и на сколько, примерно, минуточек? Ну, на минут где-то 20 вообще. Дай бог, что это этот рис нормально будет, дай бог. А как вот правильно рис выбирать? Ну, он должен быть длинненький, он должен быть длинненький, ну, а в то время в советское у нас никакого длинненького-то не было, да, бабушкина хитрость была, просто замачивает она. А мы продолжим готовку сразу после рекламы. Буквально через несколько минут мы обязательно вернемся. Так, вот смотрите, делается это вот так. Это вот фишечка, о которой вы говорили. Да, 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 когда большой казан, это другой, помыли его, положили туда посередине. Тут вот как вот такая вот типа дырочка, как бабушка. Да? Заливаем. Заливаем. Водой обязательно нужно заливать? Да, обязательно нужно заливать. Полностью, да, получается? Да, рис нужно покрыть обязательно. Все, мы там как дырочки сделаем сейчас такие. Вот знаете, как капусту же, когда соль от джи тоже делаем. Все, все, вот теперь пусть томится. А главное, как понять, что плов готов? Воды не должно быть. То есть... Должен немножко недовариться, получается, недопариться. И когда вы, получается, открываете казан, ну, крышку, да, у казана, можно сразу зеленью посыпать, можно чуть попозже. Нужно перемешать, то есть снизу все в горочку собрать наверх и закрыть. И оно допарится уже само. Но уже выключить при этом эту плитку надо. Казан, он вот именно держит вот это тепло. Ну, прям такой старинный, я думаю, там очень много чего держит. И какие-то секреты ваши семейные тоже помогают плову. Ну, хорошо, ну, приготовиться. Вот я так смотрю на вас, да, и вы прям, у вас так все гармонично. И хозяйство, ну, и хозяйство чувствуется, да, что вы ведете, и в работе успеваете. Как это все у вас сочетается? Я думаю, это у нас в крови. Это в крови. Есть какие-то пассивные люди, но, слава богу, в моей жизни пассивные не выживают. А есть вот какая-то у вас разница поколений, чувствуете вот это вот? Больше мы как сестры, у нас всегда так. То есть вот я прихожу элементарно там, я могу с мамой поделиться вообще любое что-то, да, сказать, рассказать. Мама тоже может поделиться. Мама тоже может поделиться. Да, 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 да. Со школьных времен, как вот я еще в школу вот пошла у нас постоянно, так что мы всегда рука об руку. То есть вы не стройте иллюзии, вы там обычно же всегда родители говорят, все хорошо, все нормально, все под контролем. А вы вот стараетесь больше делиться, рассказывать. Был такой момент, я как взрослая, бывало Наташу там, хотя за немножко. Потом я поняла, что, знаете, еще с детства было так, когда Наташа там что-то это, я говорю, будут у тебя свои дети, ты поймешь. И сейчас, наверное, вот эта мудрость, она все больше и больше приходит к тому, что не надо навязывать свои идеи. И человек, ребенок должен сам что-то, ну, то есть принять, он должен добиться чего-то сам. То есть если мой ребенок хочет бизнес, свой бизнес, я могу только помочь. Нужно объяснить, но ребенок должен попробовать сам. То есть, а раньше такое, там, сейчас, дочь, я приеду, да, домой, там, сейчас я вот это сделаю, вот это сделаю, мама. И было, знаете, такое у взрослого поколения, как будто ты ненужный. Это неправда, то есть это менталитет вот этот в голове у людей, да. Когда ребенок говорит, мам, не лезь, это не говорится, что не лезь ты под руку. Просто ребенок думает о том, что тебе нужно отдохнуть. И все. То есть здесь нужно, знаете, залезть в голову к ним, когда что-то они говорят. А если ты будешь, я взрослый, да я там, знаете, в жизни у меня столько, я там прошла, и не воспринимать детей, это неправильно. Тогда рушится семейный вот этот менталитет, вот эта семья, и потом начинается непонимание, и дети не хотят общаться с родителями. А какую фразу, которую сказала вам мама, вы запомнили, вот, ну, ну, вы прям очень ее запомнили и вспоминаете в какие-то определенные моменты? Мы разговаривали, и мама сказала тогда, она говорит, ты делай так, как ты знаешь, ну, то есть, да, делай, хорошо, но если нужно будет, я тебе помогу. То есть вот у нас вот так вот, и вот как мама сейчас говорит, что нужен свой бизнес. Он у меня все равно будет еще. А, конечно, будет, это же ее мечта, ее идея, почему я должна ей мешать. В первое время, конечно, мне так было немножко обидно, вот, а с другой стороны, ну, она должна что-то попытаться сделать свое, и у нее это получится, при том, что она так, ну, как бы обучается, да. И учитель такой хороший, повезло. И какие-то вот моменты, которые, например, кто-то из них может не догадаться, а я вот со своей мудростью могу подсказать, ну, делаю все ненавязчиво, потому что я хочу, чтобы мои дети всегда были со мной рядом, они бежали от того, что мама такая сложная, тетушка. А в чем секрет вот отношений, вот, ну, таких вот личных, как вот эту гармонию сохранять? Вот вы, ну, достаточно такие активные женщины, и вот этот вот огонь в доме удержать, вот как это все? Как вот это сохранить? Ну, это вот единственное, все-таки это любовь. Она есть, она настоящая, материнская любовь, она вообще неиссякаемая, да. И мои дети, когда я буду совсем старенькая, и моя дочка будет бабушкой или прабабушкой, она же для меня останется ребенком. То есть вот любовь, это самое главное. Нету любви, ничего не будет. Счастья не будет никогда. А я говорю, ты, ну, любишь детей. Я говорю, я их нюхаю все время. Сейчас мы узнаем, как правильно заваривать чай. Итак, мастер-класс от Ольги, давайте. Смотрите, так же, как и кофе, я вот рассказывала, что кофе – это каждое зернышко, которое помол, оно не одинаковое, оно как бриллиант. И чай листовой – это то же самое. Вот так вот насыплю, вот, да, смотрите. Что мы делаем? Вот так вот. Кипяточек мы не заливаем. Мы обдаем немножко. Вот так. То есть это кофеин, его нужно смыть. Называется делать смывы. Все, смываем. Все, мы смыли. В три этапа делаем, то есть залили. Крутой кипяток должен быть, сразу говорю. Вот, залили. Пусть постоит пока. И каждый листочек сейчас, он открываться будет. И в каждом листочке секрет. Это как бриллиант. Я говорю, что чай и кофе – это Якутия. То есть вот, вот, постоял. Потом еще заливаем. Я ни разу не видела, чтобы так чай заваривали. Так интересно. Его нужно промывать, потому что все равно пыль осаживается. Конечно, конечно. Вот, вы пакетированный чай пьете, там пыли очень много. Поэтому лучше всегда пить листовой, да, чем пакетированный. Ну, пакетированный, он только вот на работе. И то у меня на работе запарники. Девочки у меня уже знают, как заваривать. То есть, хотя, конечно, у меня сотрудники кофеманы больше. Все, вот оно теперь настаивается. Расскажу немножко. Вот знаете, кофем же тоже, да, 20 с лишним лет, как и чаем занимаемся. Ну, кофе да кофе, потому что как бы тренд. Чай и кофе, ну, должен же быть вместе, да. И я поехала на выставку кофейную не просто, а где баристы. Я увидела, как делают обжарку зерен. И как помол делают. Я начала пробовать кофе. Я поняла, что это такое. То есть, продавала, кажется, ну, торговля идет. В основном всегда чай, потому что это в крови, да, ты рассказываешь. Ну, кофе-то теперь я тоже знаю. И я тоже знаю, какую ценность кофе несет организм у человека. То есть, вкус, радость, утро. То есть, бодрящее утро. Вот, значит, смотрите, заваривается. А теперь вы по настроению, что вы хотите. У меня в холодильнике облепиха есть, клюква, черная смородина, красная смородина, апельсины, лимоны. Просто вот сейчас по настроению мы с вами положим. Что-то такое яркое, да? Да. Такие нотки. Они свежие, они как бы, ну, лучше, да? А вот как вы отбираете поставщиков, те, кто вам привозит этот чай, сколько у вас их? Только качественный. Сами дегустируем. Обязательно я сама дегустирую. Только качество. И еще, так как у нас в магазине мы придерживаемся ценовой политики, да, потому что в республику нужно возить качество, и все-таки, чтобы это доступно было каждому человеку, да, мы смотрим цену. То есть, я смотрю цену, и если я знаю, что стоит этого, это стоит этого. Если нет, то нет. И каждый раз, как бы, ну, стараемся все равно брать новинки. Ну, вот видите, и чай должен быть, вот, он должен быть красноватый. Прям вот, не черный, не коричневый, а коричневый и красноватый. А вот это вот в последнюю очередь до конца надо доживать? Да, да, ну, как бы, вот. Но тут каждый листик качественного чая, он вообще сам раскрывается. То есть, это можно вот прям проследить, посмотрите, вот какие листочки, они прям уже раскрылись. Снизу, и вот ягодки прям так украшают красиво. Наталья, а вот как понять, что чай качественный? Вот как вы смотрите и прям определяете, хороший, нехороший, как это сделать? Ну, желательно его, конечно, вообще открыть, да, вот пакетик вы открываете и смотрите. Естественно, что каждый листочек, он должен быть отдельно. Ну, то есть, вот то, что вы только что видели, да, как вот у нас раскрывается. Вот, если, ну, скорее всего, это, наверное, сделать нужно так, что высыпать в тарелочку, и если внизу, ну, осадок, да, то есть очень много пыли, то это уже некачественный чай, то есть он неправильно отобран, да? Да, ну, его же там обрабатывают. Вот, его обязательно, да, обрабатывают. И еще раз напомню, да, что все равно лучше пить листовой чай, чем пакетированный, потому что в пакетиках собирается одна пыль. Даже когда вы завариваете пакетик в кружке, с пакетика все равно эта пыль осаживается. Осадок вот этот вот не красивый. И вот этот вот осадок, он, да, как бы, это не то. Ну, приходите к нам на дегустацию, у нас частенько проходят дегустации везде, и в Нижнем Бестяхе, и в Якутске. Ну, и продавцы у нас прям рассказывают, прям рассказывают. То есть они вот прям могут проконсультировать? Вообще у нас сотрудники, они живут компанией, они живут нашим продуктом. И вот они все рассказывают. Печенье, которое мы качественное продаем, чай, кофе. Ну, у нас все готово, и осталось дело за самым-самым долгожданным моментом. Теперь пробуем наше блюдо. Так, так, Ольга уже наливает чай. Да, видите, чай с краснотой. Вот он такой и должен быть. Он должен быть с краснотой. Мне не терпится, если честно, попробовать прям. Приятного аппетита. Так, спасибо. Чеснок запеченный. Нут с пловом. Вот я на самом деле изюм не очень люблю. Но здесь он такой прям мягенький, вкусненький. И вот нут в плов, мне кажется, это прям лайфхак, лайфхак. Потому что он очень вкусный. И такой хруст дает. И мясо такое нежное-нежное прям получилось. Попробую теперь чай. Так интересно. Буду теперь так его заваривать. Вот богаче вкус. Да. Намного богаче. Конечно, все от пакетированных чаев мы отказываемся. И переходим. Обязательно делайте смывку. Так, и десерт. Вы тоже берите прям. Давайте вместе попробуем все это. Ну-ка. М-м-м, божественно, да? Шикарно. Сладко. Сладко-то как. А с таким вот чаем в сочетании просто прекрасно. Ну что же, на этой вкусной ноте мы с вами прощаемся. Берите на вооружение все рецепты, которые вы здесь узнали. Спасибо вам огромное. А вам, телезрители, пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok